Век нескончаемых кровавых войн, унесших десятки миллионов невинных жертв по всему миру. Эта страшная участь не обошла стороной и кровоточащую молодую страну Советов. За период с 1935 по 1941 год в СССР было арестовано 19,5 миллионов человек, из которых более половины были расстреляны или умерли в тюрьмах от голода и холода. 22 июня в 4 часа утра Германия напала на СССР. Началась полная мобилизация мужского населения в ряды Красной Армии. Только места заключения оставались незатронутыми ею. Однако трагическое положение на всех фронтах побудило руководство СССР разработать меры по отправке заключенных на передовую. Сталин отдает приказ Генеральному штабу о создании штрафных батальонов, так называемых батальонов смерти, куда призывались бойцы из числа раскаившихся заключенных. В качестве подстраховки позади таких батальонов располагались заградотряды в соответствии с приказом номер 227 «Ни шагу назад». Репрессированные мужики, так называемые случайные пассажиры в тюрьмах, с удовольствием принимают предложение выйти из заключения и уходят на фронт. Безоружными их отправляют на линию фронта в штрафбаты искупать свою вину перед государством кровью, надеясь, что враг не сможет форсировать реки крови. Авторитетов преступного мира мало прельщала такая возможность. Как известно, воры в законе – люди мыслящие, способные разбираться в любых ситуациях не в ущерб своему криминальному ордену. Они никогда не повторяют прошлых ошибок. Таким образом, в тылу из мужского населения остаются немощные старики, представители преступного братства и бойцы охраны тюрем и колоний, которые из-за малочисленности не способны предотвратить разгул преступных элементов. Перед лицом грабежей, беспредела и убийств внутри страны становятся беспомощные и лидеры преступного мира, в котором тоже происходит раскол. Бандиты, создавшие на крови свои группировки, понимают, что и ворам в законе можно больше не подчиняться. Таких беспредельщиков прозвали «суками» или «сучьим братством». Его лидерами становятся бывшие воры в законе, так называемые «прошляки». В 1918 году были воры и были бандиты, типа Пантелеева и Леньки. Ну и что, революция прошла, где эти бандиты? Воры все остались. В 1950-е годы, когда воров расстреливали, отстреливали, там как, тоже были бандиты, суки были, сучья война, тоже самое. Суки были. Ну, воры все остались. Хотя администрация с помощью «сук» убивала натурально воров, натурально убивала. И воры, естественно, брали нож и тоже резали. Они, да, кого лишили имени вора, которому указали, ты сделал нелюдские поступки, негодяйские. Понимаешь? И за это имени лишили. Или дали по ушам, как говорят, да? Вот это уже будет, сука. В этот момент сразу надо учитывать тоже, что он в тот же момент, я вором являлся. То есть, о чем я говорил, параллель, параллель. Те еще даже не были, а он являлся. Поэтому, перебегая к красным, он, например, становясь на их сторону, получается, что на их стороне появляется умнейшая голова, понимаешь? То есть, как бы, наш враг. Вторая мировая война унесла порядка 27 миллионов жизней советских людей, 80% из которых мужское население. Прошляки, сумев сколотить в создавшемся хаосе финансовое состояние и используя свои продуктовые возможности, ринулись во власть и стали продвигать своих ставленников на государственные посты и должности. Сталин не мог допустить такого положения вещей. Ведь ему были знакомы подобные тактические действия преступного сообщества. Именно так, в бардаке Первой мировой войны, коммунисты и пришли к власти. Сталин поручает Берии создать более мощные спецслужбы и подготовить планы разделения структуры НКВД на два независимых министерства. Разведки, внутренний и внешний, и Министерство внутренних дел, сокращенно МВД. Так родилась милиция. Он также приказывает принять меры по стравливанию между собой воровского сообщества, живущего по понятиям, и сучьего братства, живущего по законам беспредела. Администрация колонии и тюрем получила указание всемерно поддерживать лидеров сучьего братства. Уж слишком много на тот момент появилось воров в законе, людей, желавших избежать штрафных батальонов. Сломанным авторитетом разрешали безнаказанно убивать настоящих воров в законе. Сучья война началась в 1947 году и продолжалась вплоть до смерти Сталина до 1953 года, унеся жизни десятков тысяч лидеров преступного мира. Так Сталин смог отомстить созданным им самим же преступным авторитетом, которые вышли из-под контроля НКВД. Прекрасно зная их законы, вождь не выпускал из рук невидимые нити управления. По итогам сучьей войны Сталину доложили, что с профессиональным преступным миром покончено. Было это в начале 50-х. А между тем, почтенное сообщество вовсе не спешило на собственные похороны, полагая, очевидно, что синица прекрасной советской действительности надежнее, чем журавль царствия небесного. Похороненный в бесчисленных отчетах преступный мир пустил корни в уголовной среде. Берия, шеф НКВД, предпринимает попытку захвата власти в стране, став инициатором крупной амнистии 1953 года, рассчитывая в хаосе и неразберихе стать главой государства. Сталина на посту руководителя государства сменил Никита Сергеевич Хрущев. Сыграв на том, что одного грузина достаточно стране, второго уже не вынести, Берию расстреляли в том же году. Начался новый виток не только в жизни и строительстве советского государства, но и в преступном сообществе. Он охватил целое десятилетие. Должен сказать, что этот мир, он более хорошо организован, по подчиненности, и законы в нем действуют более жестко, и их более точно и вовремя исполняют по отношению с государственным устройством и государственными законами. Помните, кем был Сталин? Банки грабил. Кем был Свердлов? Форточником. Яшка. Форточку. Он был маленький такой. Форточку засовывали, и он открывал дверь. Он был форточником. Эти люди потом управляли государством. По их указанию царя расстреляли. Это были уголовники в самом худшем проявлении. По приказу Сталина сколько людей? Умертвили. По приказу Свердлова. Царя. Просто одного даже взять в царскую семью. Вот этого достаточно. Преступность своего рода зеркало общества. А в России традиционно в отношении к преступившим законам смешивалось любопытство и сочувствие, что естественно отражалось в фольклоре и литературе. Примеров тому множество. Самые наглядные блатные песни, которые с давних пор живут в народе. Взгляните на себя в это зеркало. Как гласит пословица, неча на зеркало пенять, коли рожа криво. Ну вот просто я пример приведу, как вот здесь соседствует, просто одна строчка из песни 20-х годов. Называется песня, называется «Канайд Мент». Так вот просто одна строчка. А как-то раз садильничек держала, легавым буду жучка хоть куда. Значит, садильничек это, ну, притон, как бы, где садятся, да. Значит, легавые это, ну, милиционер, да, то есть сыщик. Легавые, как от легавых охотничьих собак. Жучка это подруга вора. Вор не имел права, как бы, по классике жениться. Значит, у него была жучка, которого ждал, пока там он отщитки совершал. Ну, верный, как жучка, да. Для всех легавых жучек и куда. Ну, и вторая строчка. Она не в кипише с феню нарыкала. Ну, последний, скажем, не будем до конца это все. Значит, не в кипише, вот как бы, то есть с рукой не кипишь. То есть, кипец шум, да, то есть не в кипише. То есть, без шума, то есть, спокойно, то есть, свободно, легко. Феню, смотрите, феня, оно, слово русское, но неизвестного происхождения. Нарыкала, ну, рычать, то есть, говорила о свободном падении. Вот такой вот компот создавался, значит, в жаргоне, переходя в фольклор, шифровка, да, ну, и, соответственно, это было очень удобно, перешло ко всем, значит, российским ворам. И такие выражения, например, как фраер. Фраер, конечно, свободный. Это из немецкого, из еврейского. Свободный, то есть, не относитесь к воровскому сообществу. Естественно, отношение с высока. Лох. Ну, лох – это дырка, да. Дырка, то есть, ну, человек в пустое место. Ну, то есть, как бы, профан, да, такой недалекий человек, которого можно там обмануть, да. Сладкий лох. В 60-е и 70-е годы укоренился страх перед любой мощной структурой, будь то государство или таинственный криминальный мир. Люди предпочитали держаться подальше и знать поменьше. Авторитетам-мудрецам удалось разделить столь мощные государственные структуры, как МВД и КГБ, и втайне посмеиваясь над их войной, вершить свои лихие дела. Преступный мир. Когда же он обратил на себя пристальное внимание КГБ, решивший взять под свою юридикцию эти вопросы? Случилось это в 1977 году как следствие пожара в гостинице России. И самое главное, обеспечение безопасности Олимпийских игр в Москве в 1980 году, где органы играли первостепенную роль. Всего лишь через пару месяцев после того, как советские войска вошли в Афганистан, и все руководство страны было поглощено этим вопросом, в управлении КГБ СССР по Москве обратился гражданин, отказавшийся назвать себя. Он сказал, что хочет оказать анонимное содействие в разоблачении крупной террористической банды выходцев с Кавказа, готовящей, помимо взрывов и поджогов, уничтожение некоторых руководителей страны. Так, мужики, дворы могут встать. Еще раз. Дворы встали. Есть, есть. Непонятно, да? Дворы есть? Дворы есть. И вот если вор был там, хотя бы один, он обязан был, это был долг его, слезть и сказать, я вор, то есть заявить о себе, зная, что его сейчас убьют. Если бы он пролежал, промолчал, любой другой вор увидел, все, тот бы уже вором не был никогда. То есть человек обязан всегда о себе заявить. Наружная разведка установила личность заявителя. его кличка «Волчок». Его кличка «Волчок». Преступный мир открыто проявляет себя, имея связи на самых верхах власти, включая Галину Брежневу. Вход в ресторан «Сатурн» стоил 100 рублей. Месячную зарплату молодого специалиста. Хозяином заведения был известный сегодня исполнитель песен Михаил Звездинский. Он лично принимал гостей. От мафии, от воров в законе, лидеров, бандитов, до... Галя Брежнева, например, бывала. До генералов, до министров. Артисты все там, народные артисты, Большого театра, из всех театров. На подобных закрытых вечеринках и возникали связи между генералами и бандитами, партийными функционерами и карточными шулерами. Горы рублей. Кто-то выигрывал, кто-то проигрывал. Кстати, Алик Тайвань, Тайванчик тогда был. Они стали настолько крепки, что им стало тесно в подполье. Ограблена квартира богатого коллекционера. И вот начальник уголовного розыска торгуется с вором в законе Лакобой, обсуждая, как лучше взять вора в законе Япончика и повесить на него это ограбление. Ответственный работник Совмина Сергеев ходатайствует перед авторитетами, чтобы они пригрели его отпыска, угодившего на зону. Также оперативникам становится известно, что Волчок в приемную КГБ пошел по договоренности с Черкасом. Цель – познакомиться с чекистами. Но была у Черкаса и другая причина. Его доходный промысел – «Рэкет» на московском ипподроме пострадал от конкуренции с людьми Лакобы, который не зря обосновался в гостинице «Советская». Именно люди Лакобы в 1977 году спалили гостиницу «Россия». Пожар, повлекший человеческие жертвы, произошел из-за ссоры при дележе ставок на бегах. Хотели маленько припугнуть, а получился громадный костер? Все эти вопросы, а также группу по подготовке к Олимпиаде-80 возглавлял первый заместитель министра МВД СССР Юрий Михайлович Чурбанов, который открыто конфликтовал со службами КГБ при поддержке министра МВД Щелокова. Последний проявлял амбициозность и даже высокомерие в отношении председателя КГБ Андропова. Были случаи, когда Андропов, ожидая вызова к Брежневу, часами просиживал в приемной. Щелоков же, появившись там, свысока глядел на Андропова. Порой он открывал дверь, не дожидаясь приглашения, и входил в кабинет Брежнева. Натянутые отношения руководителей двух силовых ведомств сказывались на их работе и были на руку авторитетом преступного мира. 1956 год. Венгрия. Андропов познакомился с Крючковым в 1956 году в Венгрии, где был послом после антисоветского путча. Став председателем КГБ, Андропов назначил Крючкова начальником самого секретного подразделения КГБ – секретариата. А в 1974 году ввел в должность руководителя ПГУ Первое главное управление «Внешнеполитическая разведка». Раньше этой структурой руководил опытный разведчик Мортин. Леонид Ильич Брежнев умер 8 ноября 1982 года. После его смерти к власти в стране пришел Юрий Владимирович Андропов, в чем ему очень помог компромат, собранный им в годы управления Комитетом госбезопасности начиная с 1967 года. Имелись материалы на всех членов руководства СССР, погрязших во взяточничестве и коррупции. Андропов своей жестокостью и бескомпромиссностью напоминал Сталина. Но в отличие от Сталина он не контролировал преступный мир, не следил, так сказать, за своей тенью. 1985 год. К власти в СССР пришел Михаил Сергеевич Горбачев, ставший первым и последним президентом СССР. Крючков на тот момент был начальником разведки. И он знал о заговорах преступного мира. Андропову помогли избраться генеральным секретарем ЦК КПСС для того, чтобы должность председателя КГБ занял Виталий Васильевич Федорчук. Он пробыл на своем посту недолго, с мая по декабрь. Но этого хватило, чтобы довести до самоубийства Щелоков. После чего Федорчук был назначен на освободившуюся должность министра МВД, где он начал все перепахивать, сажать за решетку антисоветчиков и в конечном итоге обескровил органы милиции. Сделав свое дело, в 1986 году он ушел на заслуженный отдых. Крючков знал также о расколе в преступном мире, наметившемся после смерти истинного вора в законе Васи Бриллианта, уничтоженного по приказу КГБ. Тем не менее, он не относился к уголовникам как к реальному противнику. Он не мог найти руководящий центр, хотя у преступного братства уже имелись громадные суммы, ждущие своего часа. Крючков слишком поздно понял, что преступность невременное явление, ведь она взращивалась на протяжении 70 лет правления коммунистической номенклатуры. Увы, Сталин, отец советских понятий, был не вечен. Раскол в преступном мире произошел в 1986 году. Последователи Васи Бриллианта отстаивали чистоту воровских понятий и традиций, в том числе принцип невмешательства в политику. На другом криминальном полюсе выступали тесно сплоченные южные воровские кланы и их сообщники, обуреваемые жаждой власти, брецающие оружием, которое собери накопить в огромных количествах. За ними стояли целые республики. Они опирались на всю мощь государственных силовых структур. Делясь с чиновниками, кавказские диаспоры ставили себя вне конкуренции в борьбе с русскими авторитетами, действовавшими по старинке, на свой страх и риск. У авторитетов с юга были далеко идущие планы и цели. Недаром чеченский генерал Дудаев похвалялся, что он в состоянии поставить Россию на колени в любой момент. Всем известны факты, свидетельствующие о подготовке чеченских боевиков на секретных базах специалистами из Саудовской Аравии. Саудовской Аравии. Саудовской Аравии. Саудовской Аравии.